Музыка Они, конечно, надеются на то, что будет принято решение по закону. Они считают, что они невиновны, что они уголовного преступления не совершали. И, естественно, единственный нормальный приговор – это оправдательный. Я спой с тобою, вам с вами напиши, жена, и он у с вами в лучшем его. РПЦ выпускает парт, Путин испускает последний вздох, старый режим давно усох-пересох. Теперь я тоже пусть сирает по правилам Трульского собора. Мужчинам нельзя было одеваться в женское, а сейчас мы живем по средневековым правилам. Поэтому сейчас я тоже нарушаю закон. Сегодня девчонки спустя райт, а завтра все мы. Почему у нас коррупционеров держат на свободе или дают им условно? А девчонки, которые совершили хулиганши, можно почему-то... Эти все судьи, прокуроры, позорные люди, которые говорят о беспределах, они все будут жариться в воду. Я человек неверующий, но если есть высшие силы... А если будет обвинительный приговор? Они будут прожжены. Россия без Путина свободу, пусть сирает! Россия без Путина свободы, пусть сирает! Позор! 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 Отойди, старушек, слези оттуда! Позор! 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 Это везем, чтобы отлить снимание от машиночек. Записали новую песню и сейчас ее поставили. И одновременно я с Владом стояла, но, к сожалению, не подъем квартиру, быстро схватил флаг, поломал и было импульсировано. Позор! 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 В то же время девочки стояли в клетке и с них даже не сняли наручники, они стояли в наручниках, высокая опасность преступницы. В зале сегодня работали три собаки. Не одна, как обычно, а сразу три. И спецназ, который дежурил в зале, предупредил, что если кто-то будет махать девчонку, то собака будет работать по этому человеку. И когда в конце выходил папа Гатя Самуцевича и махнул дочери рукой, мне неизвестно, когда он ее еще раз увидит, то спецназ сказал, что мы теперь уже сломаны. И это я не знаю, как можно сказать. Совершенно очевидно, что они сидят в тюрьме, потому что это личная месть Путина за ту акцию, которую они провели на Красной площади. Он показал, что он оценивает те оскорбления, которые они ему нанесли на своей акции на Красной площади, а не в храме Христа Спасителя, в два года лишения свободы. И демонстрирует всем нам, всем, кто здесь собрался, всему населению России, Полу Маккартни, Мадонне и кому угодно, что ему на всех наплевать, и что он будет и дальше идти по этому пути. Перевоз, отбывание наказания в колонии наших подзащитных грозит им реальной опасностью для жизни и здоровья. Нужно спокойно и ясно это понимать. Власть, возможно, не захочет обеспечивать их безопасность там. Сегодня об этом следует публично заявить. Любая из трех наших подзащитных, любой из наших трех подзащитных угрожает опасности. И поэтому колония является неким ответом, неким силовым ответом со стороны власти на инвективу, которая была 21 числа, имела место в храме Христа Спасителя. Вы хотите требовать от нас политических свобод, вы получите насилие и возможную гибель. Я расцениваю это только так. Мы выражаем волю наших подзащитных, которые готовы бороться за свое честное имя, за свою правду, за то, что они не виновны до конца. Мы будем бороться, мы будем представлять их интересы и в конечном счете я уверен, что мы добьемся полной их реабилитации. Потому что то, что сейчас происходит, это не уголовный процесс, это позорное судилище. Молодцы! 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 Молодцы Молодцы! Молодцы! Продолжение следует...